Автомобили вытаскивают из сугробов. Тем, кому повезло, помогают остановившиеся машины. Через пару километров рейсовый автобус на скользкой дороге занесло в кювет. Повезло, что пассажиров внутри не было. Грузовики и легковушки по дороге в порт Кавказ разворачиваются и едут обратно. Зима в Краснодарский край вернулась весной. Больше всего снегом сегодня накрыло Темрюкский район, особенно на Терченской переправе. Третьи сутки в порту Кавказ действует штормовое предупреждение. Ветер постоянно меняет свои направления. Сейчас дут со стороны моря. Порывы превышают порой 20 метров в секунду. Иногда сложно даже устоять на ногах. Плюс ко всему, сегодня обрушился снегопад. Естественно, переправа не работает. На паром в очереди сейчас стоят 260 только легковых автомобилей. Сегодня на переправу приехал губернатор Александр Ткачев прямо на территории порта. Проводит Краевой совет безопасности, чтобы каждый из его участников посмотрел лично, как идут дела на переправе. Мы с утра докладывали, что весь циклон, главное, переходит на атаманию. Вечером здесь будут еще больше осадки в виде снега. И, естественно, и волна, наверное, побольше. Проводит мое предупреждение по всем портам южно-северной части Керченского пролива. Примерно на трое суток дается погода до 20 метров. Северо-восточное направление. Снег, осадки. В Центре управления движения судами от обстановки погодной разговор уже переходит к теме обеспечения безопасности работы всего порта. Глава региона в недоумении. Почему информационные таблички, которые должны предупреждать водителя о ситуации в порту, в половине случаев не работают? Не менее важно своими информировать людей о времени ожидания в очереди, а также в изменениях режима работы парома. Специально для этого в крае было установлено несколько электронных панно. Но прилагались к этому много усилий, в том числе были затрачены средства. В идеале, каждое должно обновляться в режиме онлайн. Вот только, к сожалению, информация на некоторых уже не менялась месяцами. Почему именно такой бардак у нас? И какие меры, я хочу услышать, будут приниматься? Мы заранее договорились сразу, что мы должны людей оповещать, мы должны предупреждать. Потому что все эти толчи, которые здесь были, особенно летом, никому не нужны. Люди страдают, и, конечно, я думаю, что каждый второй бы развернулся, если понимал, получил бы информацию заранее, что здесь это поповерение, что здесь придется сутки ждать, там непогода и так далее. Александр Ткачев требует исправить ситуацию в кратчайшие сроки, до наступления курортного сезона, когда хлынет поток туристов. Для тех, кто все-таки предупрежден, но не может далеко езжать от порта, планирует создать единую сеть перехватывающих парковок, где в комфортных условиях получится переждать непогоду или пробки. Два-три отстойника для грузовиков и легковых авто явно недостаточно. Если здесь Славянске-на-Кубани, то здесь вот одна стоянка, вот эта, которая... Правда, тут вы сами видите, ни асфальта, ничего нету. Есть сложности со стоянками автомобилей, потому что дорога, которая идет на Славянск-на-Кубани, а обочины фуры слева и справа создают аварийную ситуацию. Работники ГИБДД, они просто-напросто выгоняют всех оттуда. А куда уезжать? В поле становиться? Если машины с грузами и, ну как сказать, дорогостоящие грузы... За прошлый год пассажиропоток увеличился в три раза. На переправе перевезли почти 3 миллиона человек. И меньше в этом году точно не будет. Главный вопрос, который меня беспокоит, это безопасность. Мне докладывали о том, что в отношении многих представителей структур, работающих здесь, есть нарекания, прежде всего, порту Кавказ. К сожалению, по многим направлениям у нас работа проводится недовлетворительно. Необходимо в корне изменить подход к обеспечению безопасности. То есть, используйте по полной программе тот олимпийский опыт, который у нас есть с вами. И, конечно, активно надо внедрять межведомственное взаимодействие. Здесь я рассчитываю на жесткий прокурорский надзор, на поддержку со стороны МВД, ФСБ. Мы уже неоднократно решали вместе сложные задачи. Уверим, что мы сможем их решить и сейчас. Тем более, мы прекрасно понимаем, что скоро здесь совершенно недалеко предстоит строить мостовой переход, мегамост, я бы так сказал, через Кейджерский пролив. По сути, это еще одна точка роста для нашего региона, которая будет притягивать инвестиции в реальные секторы кубанской экономики. Наше подразделение мы увеличим на 20 единиц. Создадим здесь полноценный отдел полиции, который будет подчиняться управлению внутренних дел по Тимурскому району на этой базе. И я думаю, что как раз в обязанности этого подразделения будет обеспечение безопасности в целом и на переправе, и по строительству самого моста. Мост через Керченский пролив планируют построить к 2019 году. Его появление должно покончить с задержками и очередями при переправе по воде. В прошлом году доходило даже до драк, когда люди пытались пройти без очереди. Чтобы избежать таких ситуаций, в прокуратуре предлагают разработать официальный список тех, кого будут пропускать без ожидания. Здесь не должны быть созданы условия коррупционной составляющей, где только те граждане должны внеочередное переезжать, которые непосредственно нуждаются в этом. По медицинским показателям детей беспрепятственное перемещение. Пик нагрузки на переправе ждут в начале июня, когда начинается курортный сезон. Чтобы избежать прошлогоднего коллапса, все ведомства между собой должны разработать четкий план действий в экстренных условиях, ставит задачу губернатор, чтобы одна из основных транспортных артерий региона не стала его болевой точкой. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Москаленко, Влад Захаров, Кубань-24, Темрюкский район.